всем привет итак сегодня мы начнем разбирать вот такой небольшой движок для создания игр вот 2d игр у меня и раньше были планы пройтись по этим движкам руки не доходили тем более что некоторые движки надо основательно палат пока лупать чтобы можно было что-то простенькое сделать вот чтобы разобраться с этим движком и вот мне попался на глаза вот такой вот продукт называется дефолт вот вот и и и с помощью него можно создавать какие-то игры и даже на телефон и вот я его запускал этот движок только запускал под маком вот он запустился все работает вот ну сейчас это под линуксом то есть под маком проверено под линуксом тоже запустил работает но еще ничего не делал вот здесь ну как мы видим легкая там загрузка так сказать у нас этот движок способен создавать под android mac с linux windows html5 это без разницы да и ios какие-то 2d игры основа здесь что у нас язык используется лу а который как бы тоже неплохо было бы знать я его не знаю не сталкивался еще но хотелось бы так 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 ну и написано что хотите там быстро создавать игры вот мол дефолт как раз для этого и сделан для быстрого создания игр вот 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 ну это заглавная страничка я скачал его этот продукт тут где-то где-то было я думаю найдете где-то короче ладно вот 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 наверное да так вот давайте попробуем создать тут есть у них туториалы то есть документация примеры как создать вот и и и и вот есть игры ну я вижу вот вот эту будем будем по вот этому туториалу создавать то есть здесь как раз и написано то есть в этом руководстве начинается в этом пустой проект вот собираем там который там что-то будет анимировать столкновение физика какая-то здесь есть для начинающих здесь и время создания долгое вот есть короткая да там short но я решил все таки с этого примера создать но здесь мы еще видим здесь мы еще видим ну различные вот примеры да там что-то там какая-то анимация красиво здесь вот автомобиль и так понимаю едет наверное физика здесь 2d но вообще это для 2d но 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 давайте короче начнем так и тогда и и тогда и тогда и так я запускаю тот ран до 1 1 руководство вот и вот у нас такое руководство длинная колбаса из 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 руководства вот но я думаю я вот это вот сейчас вынесу на второй монитор а будут туда подглядывать и шаг за шагом по этому руководству буду создавать вот эту первую игру так у нас тут шагов вот 9 шагов ну я думаю мы не на каждый шаг это будет видео вот вот это надеюсь вот здесь ну да 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 не у нас я думаю будет поменьше видосов вот но чтобы было поменьше видосов надо меньше разговаривать и больше делать итак давайте запустим этот движок так вот он его скачал сюда это как zip архив вот установил и все установки здесь не надо и давайте его запустим так запускается и сейчас приступим но здесь старт гейм чё тут можно нажать нажмем и чё на тут внутри запустится интересно смотрите действительно вверх вправо пробел он даже даже работает пробел а читай 05 я так понимаю а ноги можно сгенерить вы что ему 5 ну должна получиться вот такая вот игра ай блин помер ладно это фокус переключился на дефолт вот сейчас на втором мониторе это 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 он запускается вот так давай прыгай 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 но тут только пробел работает смотрю может быть что то еще но в процессе создания игры я думаю мы узнаем но в принципе для начала вполне неплохо да а может быть у нас и получится до создать игру за час или запах не за полчаса вряд ли а вот за час может быть получится ну это вряд ли да это используя этот руководство за час вот а с нуля конечно вряд ли так 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 где у меня этот дефолт сейчас и так руководство вынесли на второй монитор вот и вот собственно говоря это и да ешка но руководстве говорят 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 нажмите 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 чё тут нажать новый проект ну выбираем новый проект и создаем его desktop games вы попробуйте у себя mobile games может быть уже для андроида чё-то она даже соберется не знаю вот я не пробовал а тут from tutorial есть тут всего лишь три и из примеров есть еще пример это очень хорошо как в пике мне нравится есть готовые уже примерщики можно разбирать но мы соберем мы сделаем все по руководству и так креет new project вот здесь можно путь выбрать внизу так как мы назовем игру вот ну по умолчанию пусть так и будет desktop game так рейд new project и ухты идет какая-то загрузка это прямо просто подгружается может быть с интернета может быть нет стартовых каких-то настроек так вот он на этом монитор чеки и вот наш у нас такая структура структура всего этого да вот наша игра есть и здесь есть какие-то ресурсы какие-то вот мэйн мэйн вот это мэйн скрипт я так понимаю это главный скрипт так попробуем увеличить так не увеличивается через контроль контроль плюс контроль shift плюс не хочет за раз ладно сейчас ну контроль плюс нажимаю она не увеличивает не хочет увеличивать ладно давайте увеличивать ой блин и так что нам говорит руководство ну нам говорит руководство первую очередь собрать этот контроль б нажимаю собираю где-то а вот 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 прошла сборкой вот запустилась вроде бы наша игра но здесь ничего такого нет нет так теперь давайте приступим к созданию игры и так что нам надо сделать нам надо нам надо нам надо два раза кликнуть на main collection вот выбираем main collection два раза кликнули чем мы получили а здесь у нас я так понимаю вот координаты 00 вот здесь и пошло на увеличение до вправо и влево получается 1200 чем-то на на 700 вот так это я так понимаю основная сцена нашей игры ну я так понимаю так дальше выберите логу логу вот вы выбрали логу так вот его позиция 640 это отлично так и говорят нам удалить правой кнопкой где правой кнопкой вот она до правой кнопкой и удалить удалили удалили и говорят сохраните сохранили чё дальше это же не играю моё так создание землю шаг 2 создать землю так ну и в руководстве в шаге 2 там есть ссылка на пакет ресурсов я его сейчас закачаю и сейчас его скопирую 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 так давайте я создам новое окно терминала так и где-то но в дом вот куда-то мне закинул так и так и танцы удаляем так где-то runner был runner вот он runner это то что я закачал это какие-то ресурсы для этой игры понятное дело чтобы самому не рисовать так вот desktop games и вот здесь куда-то их надо скопировать вот ну 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 давайте я наверное посмотрим чтобы она не пересекалась давайте 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 эту создам папочку вот и сюда это все добро скопируем вот так ну и даже джейсон какой то есть так скопировали и следующим образом нам надо добавить землю я так понимаю здесь так что у нас джейсоне какие-то параметры героя на как ладно это нам пока не надо так и переходим к следующему этапу нам нужно добавить наши картиночки то есть землю так каким образом это сделать так ну тут написано надо перетянуть в наш проект эти картинки но дело в том что вот здесь она уже автоматически добавилась и вот нам нужны вот эти вот эти две картинки ground 0 и ground 2 ну 0 1 и ground 02 вот эта земля смотрю png это земля вроде бы так дальше создать новый атлас файл так нам нужно файл new и здесь выйдут выбрать атлас выбираем и надо его назвать level level расширение здесь вот автоматом подставил level атлас так и расположение где мы его положим давайте мы его положим прямо в корне вот здесь в мэйн потому что мэйн атлас есть значит и уровни у нас будут там нажимаем ok есть сделали следующее нам нужно добавить картинки значит нам нужно вот говорят на мэйне так нам или не так не не на мэйне надо вот на этом новом нашем атлас файле добавить картинки отдаема гаджет так и здесь выбрать блин картина здесь много так здесь выбрать где где-то было ground а вот ground 1 контроль зажал вы выделили два файла хорошо вот мы их добавили так чё нам надо сделать дальше файлы добавили хорошо теперь теперь нужно создать коллекцию вот так коллекцию для вот этой вот для вот это вот так подождите ну а чего него внешним и так то ли открываются тут я не вижу так я зажимаю среднюю кнопку мышки вот и могу перетягивать давать а вот добавилась уменьшилась вот два файлика добавилось вот почему то вот так ну да ладно следующим образом надо нам надо создать коллекции ну вот так называется да здесь вот main collection нам надо добавить создать файлик выбор выбираем collection и называем его ground ну земля или поверхность как переводится расширение здесь есть коллекцию нажимаем ok и теперь теперь надо в эту коллекцию добавить всем game object так написано ну давайте правой кнопкой а вот add game object add game object файл и добавляем 1 2 3 4 5 6 7 7 файликов добавили есть что мы здесь видим мы здесь видим какие-то координаты и такого начальника z есть за этот она будет отдалено либо приближен но наверное вот дальше есть у нас увеличение там и повороты вот что нужно сделать дальше ну дальше надо попереименовать все эти объекты в ground 0 1 2 3 4 5 6 и 6 да сейчас это сделаю и продолжим ну попереименуют и написано вот поменять вот эти вот и дешки вот его выбираю вот этот ресурс и вот здесь есть и дешки go 0 go 1 и так дальше теперь это все надо добро попереименовать в ground 0 ground 1 и так далее так сделал идем дальше переименовали следующий надо в каждый вот этот объект каждый этот объект добавить спрайт окей ладно правой кнопкой и на а вот добавить компонент написано add component и и и справит ну я так понимаю она справит и что это обычно такое да это что-то рисуется а вот но здесь как мы видим есть еще звук 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 еще что-то камера даже но с этим не думаю вы сможете сами поиграться сейчас мы следуем руководству добавляем спрайт есть я так понимаю это надо сделать для каждого давайте я сразу сделаю для каждого ну или давайте сейчас для одного а потом я это все продублирую и так говорится добавьте спрайт добавил и теперь нужно выбрать картиночку вот я выбираю наш спрайт о дефолт анимешин а вот картинку можно выбрать вот я клацаю картинку ну и где мои картинки ладно сейчас я тут продолжим сейчас продолжим так нашел нам нужно для каждого спрайта добавить те картинки которые мы только что добавили мы в создали levels атлас вот и добавили эту землю до ground 1 и ground 2 вот теперь вот здесь а анимация по умолчанию нам нужно не вот сначала и мать свойствах нужно указать где какие картинки используют сейчас мы выбираем наш level атлас то есть это то что мы создали вот только что нажимаем ok и вот здесь есть дефолт анимешин дефолт анимешин говорят выберите ground 0 1 вот выбрал а чё она черная ладно пусть будет так ну наверное все да вот и и и и и говорят да это это все добро продублировать для каждого для каждого объекта то есть я сейчас это сделают продублирую для каждого объекта то есть для ground 1 2 3 4 выберу точно также написано выберите ground 0 1 час я это сделаю так и создал для каждого то сейчас у них расположение один друг над другом в одном месте ну это потом раскидаем там я пролистал чуть-чуть низ там сейчас позиции надо выстоять что нужно сделать дальше нужно установить скейл 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 в 0 6 так 0 6 для каждого по иксу и по игреку вот так вот для каждого не спрайта а вот этого нашего объекта вот вот здесь так она выставила до выставила сейчас для каждого сделаем следующим этапом надо будет раскидать но разместить это на нашей сцене вот все эти объекты и размещать то есть мы здесь будем менять координаты x вот так как это земля то есть у нас что получается мы сейчас из этих всех этих объектов составляем такую длинную 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 линию так а чё зажимаю среднюю клавишу она нихуя вот двигается вот вот и сейчас это нужно выстроить да у нас получается 7 объектов и вот длина как бы нашего мира будет 7 то есть я так понимаю труда не составляет добавить 12 20 этих объектов вот но для чего я так понимаю семи вполне хватает и и и теперь давайте раскидаем координаты на что нам нужно делать но советуют следующий по устанавливать вот здесь координаты для game object а вот позиция x 0 y 0 для следующего спрайта где он у нас давайте вот выберем координата будет 228 вот ну так как мы уменьшили скейл то есть я так понимаю это просто теперь ширина у нас есть какая-то мы и делим на 2 и вот так вот увеличиваем эти координаты для того чтобы они друг за другом шли 228 дальше для третьего объекта там прямо документации и расписаны вот эти вот координаты четыреста пятьдесят шесть следующие объекта 684 684 так теперь 912 вот здесь будет дальше 1140 для предпоследнего 1140 и для последнего 1368 1368 так а ну давайте попробуем на 45 его повернуть как-то не так может быть по игреку 45 и по игреку что-то не то какой-то неправильный поворот а по z 45 о по z он поворачивает ага я понял ну как бы не особо ну да ладно давайте скейл попробуем по z2 ничего не произошло ну да ладно с этим я думаю вы сами очень хорошо поэкспериментируйте и так продолжаем что нам надо сделать дальше то есть мы создали это все добро вот наша земля так так и теперь 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 идем дальше так нам надо добавить теперь это в основную сцену на как это сделать говорят говорят два раза кликните на main collection дальше дальше нам нужно добавить collection from файл вот у нас есть collection и добавляем добавляем add collection файл collection файл вот мы создали ground а вот есть сделали так потом говорят убедитесь что здесь координаты все нормальные то есть 0 0 здесь все все так как мы задумывали но вроде все так и задумывали и теперь запустить надо игру ну это можно ухты build.tml 5 build давайте соберем соберем она собралась и запустила вот смотрите внизу вот это вот земля так а уменьшать можно можно все на масштабируется есть вот у нас внизу вот сцена наши вот внизу уже вот это вот земля до набор спрайтов это хорошо давайте попробуем вот это вот build.tml 5 я так понимаю но в html 5 сейчас это все соберет и чё и где-то должно запустить или как ну я нажал build.tml 5 ничего не происходит ладно так 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 и вот мы получили первую нашу то есть мы окончили а не вон у меня сейчас фаерфок запускается сейчас он запустится я вам покажу вот запустился браузер вот он так запустился браузер и блин где он вот он и вот чё получилось можно full screen ну вот html 5 сгенерённая я так понимаю ну в туториалах я нажал start game и играл непосредственно в браузере я так понимаю можно спокойно писать игры не обязательно их десктопные а вот вот так вот он будет генериться html 5 и непосредственно в окне браузера можно будет играть ну да ладно да ладно да ладно так и и чего мы чему мы научились но научились создавать коллекции коллекции как я понял это просто вот набор 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 каких-то ресурсов вот так так игровой объект а игровой объект вот мы добавляем он у нас может содержать любой набор тоже объектов то есть можно лепить создавать объекты я так понимаю игровые из вот вот таких вот ресурсов как звук спрайты какие-то модели метки и там какая-то фабрика непонятно что это камера и все такое и каждый объект имеет свою позицию в нашем мире координаты поворот увеличение вот но мы масштабируем а сего вот соответственно коллекции мы создаем ресурсы привязываем их на как-то называем и потом используем нашей игре так давайте мэйн скрипт ну мэйн скрипт пока-пока он нам не нужен вот 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 и так мы создали коллекции мы разместили всем спрайтов а вот и и собрали и уже получили какой-то игровой мир вот ну вроде сложного ничего нету поэтому на сегодня все вы перед просмотром следующего видео попробуйте что-нибудь что-нибудь добавить а может быть а заменить свою землю вот не такую а найти спрайты и другую какую-то поставить либо 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 какие-то ямки там подобавлять но такое чуть что нибудь проявить какую-то творчесть творчество какое-то вот она сегодня все в следующем видео мы продолжим разбирать этот пример поэтому всем спасибо за внимание не спешим смотреть следующее видео пытаемся здесь сами что-нибудь нарыть и наколупать развернуть что-то там может быть звук добавить может быть еще что-то ну все такое поэтому всем спасибо за внимание всем пока а